Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 24 марта По одному из календарей славяне празднуют Камоедицу – Масленицу. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Каледыдаром праздник Красногор-Масленица – проводы богини зимы. По народному месяцу слову – Сафрон, Ефим, Заря-Кукушка. На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, сполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает. С этой птицей было связано несколько примет. При первых звуках ее голоса нужно было брякнуть деньгами, чтобы водились. Ранняя кукушка до опушки дерева, то есть до появления первых листьев, к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача. Порой день этот оборачивался кукушкиными слезами. Человек ни с того ни с сего кручиной терзается, слезы в три ручья льет, а отчего ведать не ведает. Может быть, стоит прислушаться к совету старых людей? Из своего дома не спеши уйти, не летай за облака далека. В этот день начинали работу в саду, подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней, это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода, можно было ждать теплого лета. Рожденному в этот день выпадает быть сильным, напористым. Жизнь его зарей полыхает. Он своими планами живет, если что мешает, вытеснит, а свое дело подымет. Такому старики советовали, чтобы не оступиться, не залететь в облака, к природе поближе быть надо. Прислушаться к ней, она пыл быстро утихомирит. И еще примечали. Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю, будет дождь. Дружный прилет птиц к ненастью и холодам. Журавли летят быстро, низко, молча, жди скорого ненастья. Если в этот день после обеда задувал северка, большая вероятность того, что сено в этом году с трудом можно будет заготовить. Июнь дождливый будет. Вороны стаями сидят на дороге или на земле. Холодно. Посредине дерева пасмурно. На верхушках деревьев тепло будет. По одному из календарей славяне празднуют Камоедицу, Масленицу. Когда день становится длиннее ночи, пробуждается природа и солнце дитя Хорс становится юношей Ярилой, славяне празднуют Камоедицу. Утром люди торопятся на капище. Возле него и на перекрестке дорог рассыпают зерно. Делают это для того, чтобы навья, принявшие образ сорок, поедали зерно и не мешали празднику. Утром же рано-рано относят в чащу первый испеченный блин, жертвуя его кому, косолапому хозяину леса. На столы, установленные возле капища и покрытые скатертью, ставят печенье, горячие блины и пироги, овсяный кисель, меды, квасы и закуски. Угощение делится на пять частей. Пятую часть обрядово помещают на открытое место возле священного огня для предков. Затем торжественно везут к капищу на соломенной кобыле куклу Марены. Куклу из соломы вяжут и обрежают только женщины. Начинают угощать друг друга блинами. Выжигают огонь. Славя богов и предков, весь славянский род. По салонь закручивают хоровод. Разыгрываются различные представления. Величают молодых, вступивших в брак в течение прошедшего года. Незамужним и неженатым повязывают на руку повязку или веревку. Чтобы снять ее, необходимо откупиться, принеся с собой на общий стол угощение. Всем наливают сурью. Затем, по данной традиции, а в России существуют и другие виды празднования масленицы, начинается действие по подготовке и само сжигание чучела Марены. После чего прыгают через небольшой костер, сложенный шалашиком, обращаясь к семарглу, чтобы он зажег снега, а после обязательно умываются снегом и леталой водой. Считается, что талая вода придает лицу красоту. Затем начинается обряд пробуде. Угощение хозяину леса уже отнесено, но он еще спит и ухом не ведет, что его ждет угощение и не только. Люди, вооружившись горящими головнями, идут будить медведя. Разыгрывается целое действо. После пробудей начинаются игрища. Первая игра – городок. После взятия городка начинается пир горой. А затем остальные масленичные забавы – кулачки, коняшки, качели, лазание на столб за подарком, ручеек. С этого дня солнце юноша Ерила начинает жарить, ериться. Солнечные лучи становятся все жарче, все ярче. Текут во всю ручьи. Приход весны неумолим. Уходи, зима холодная. Приходи, лето жаркое. С острадной порой, с цветами, с травой. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с калиды даром праздник Красногор-Масленица, проводы богини зимы. Велик день Красная горка или Красногор – это праздник встречи весны. По преданиям в этот день на Красную горку слетаются души умерших предков в виде птиц. Славяне кормят птиц, рассыпая зерна и хлеб. Ушедшие предки незримо наблюдают за нами и радуются нашим победам в развитии души и духа нашего. На горке возвышенности ставят праздничные столы, приносят еду, проводят славления предков и пируют. Затем продолжают праздновать с различными забавами, кататься на санях в конной упряжи, если снег не сошел. Прыгать через отдельное нежертвенное огневище, чтобы очистить свою душу и телеса. А еще водят хороводы с песнями, играми, плясками и прыганием через костер, славят предков своих, празднуют, радуются солнцу и надеются на хороший урожай, благоденствие и продолжение и умножение рода своего. Помните, независимо от отличия календарей, неважно, по какому из них мы живем, мы – славяне. Души наших великих предков, незримо присутствуя на празднике, радуются вместе с нами. Не угас еще род славянский. Как и тысячи лет назад приходят славяне на праздник, чтобы соблюсти обычай. Праздник – это один из способов проявления памяти человека о себе через богов и богов через себя. Это очищение души от суетных забот и восстановление родовой памяти, которое поможет нам узнать, что мы, славяне, едины. Под зорами небес завершается праздник. Стихают песни, гаснет огонь, но только не в наших сердцах. С праздником весны вас, славяне! Братья-месяцы 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 Братья-месяцы